Всем привет! С вами Виктор Абель и адвокатский офис Анастасии Сак. Сегодня небольшие изменения произошли по поводу разрешения на работу. Мы видим, что в последнее время вообще многое что меняется, и вся АС работает, молодцы. И последнее обновление касательно автоматического продления предыдущего разрешения на работу на 540 дней. Мы помним, что была большая проблема, когда люди повторно подавались на разрешение на работу. Они делали это обычно за полгода до истечения его действующего разрешения на работу. И если человек не получал в течение вот этих 180 дней новое разрешение на работу, у него заканчивалось его действующее, начиналась проблема. Человек не мог устроиться на работу, у человека заканчивались водительские права, и начинался сущий кошмар. Напомню, что были суды, и вся АС засудили за то, что оно не выполняет оперативно своих возложенных на него функций. И тогда было судебное решение, где было принято, что если человек все сделал правильно вовремя, если он подал документы на разрешение на работу повторно, получил подтверждение, что он подал, прошло 180 дней, и если он не получал при этом свое обновленное разрешение на работу, то было судебное решение, что автоматически его уже то разрешение на работу, которое закончило свое действие предыдущее, оно автоматически продляется на 540 дней. То есть человек мог взять вот это решение суда, пойти в DMV, к примеру, продлить себе права, или показать работодателю, сказать, вот, смотрите, есть решение суда, все окей, я дальше работаю, у меня все отлично. Вот, это было еще решение в мае 22 года принято, и интересно, что сейчас мы видим, что у ВСС большие изменения, и они эту норму отменили, и отменили ее, оставив только 180 дней. То есть с 27 октября 2023 года, теперь, если кто не получает вовремя разрешение на работу, повторное, которое он вовремя подал и должен был получить, то теперь человек, у него все равно продляется его предыдущее разрешение на работу, но только на 180 дней. То есть не на 540 дней, как было вот с мая 22 года, а вот на 180 дней, как оно теперь будет с 27 октября 2023 года. При этом те, кто не получили разрешение на работу и должны были его получить до 27 октября 2023 года, то на них еще распространяется вот этот регламент 540 дней. То есть этот закон не имеет обратной силы. То есть если, к примеру, кто-то подался, ну, условно говоря, в феврале 2023 года на разрешение на работу с тем, чтобы в августе 2023 года получить свое новое разрешение на работу и подался как бы за 180 дней, все как нужно. Получается, если кто-то не получил в августе свое разрешение на работу и до сих пор не получил, то вот с того момента, как он не получил, когда должен был по закону получить, у него начинает действовать тот закон, что да, у него на 540 дней распространяется пролонгация его предыдущего уже как бы формально устаревшего, но по закону все еще действующего разрешения на работу, именно по закону, что на 540 дней продлилось. Вот. Ну, теперь получается, что с 27 октября, если кто уже ждет и не получил, то только 180 дней. Ну, вообще, в принципе, скорее всего, возможно, это и не понадобится. Да, там есть очень большой хвост, когда ЕС еще не выполнил свои обязательства по поводу тех, кто раньше подавался. У меня много есть знакомых, и у нас много есть клиентов, которые до сих пор не получили разрешение на работу. У нас есть один клиент, который ждет уже полтора года разрешения на работу, и до сих пор оно не получено. То есть, по идее, на него, да, распространяются вот эти 540 дней еще. Но в целом мы видим, что сейчас ЕС реально взялось за ум, они многое что поменяли, надо отдать должное. И, в принципе, те, кто сегодня уже подается, начиная с 27 октября и далее, вряд ли им придется ждать вот эти 180 дней даже. Всякое бывает, но, может быть, и не придется. Ну, во-первых, сейчас мы видим, что, как уже в прошлом видео на эту тему, я говорил, что они будут давать разрешение на работу на 5 лет. И надо отметить, что они уже начали это делать. У нас уже есть первые клиенты, ну, наши, вот, с кем мы занимаемся в нашем офисе, которые уже получили разрешение на работу на 5 лет. Уже такие имеются случаи, хотя это все начало действовать совсем недавно, вот с октября 23-го года. Дальше мы видим, что они действительно стали более оперативно выдавать разрешение на работу. Ну, для примера скажу, что у нас вот недавно был случай, когда мы через наш офис заполнили все необходимые документы для разрешения на работу 15-го октября. И наш клиент уже получил отобрение через 10 дней, то есть 25-го октября. То есть всего за 10 дней было принято решение о выдаче разрешения на работу. Да, карточка еще в пути, но это очень-очень быстро. То есть вообще вот сейчас по стандарту, вот мы сейчас отслеживаем, то в среднем где-то 30 дней нужно ждать для получения разрешения на работу. Те, кто подается именно первый раз. То есть в принципе, да, как по закону. То есть раньше тоже было 30 дней заявлено, но это могло быть и полтора, и два, и три, и четыре месяца по-разному. И вот сейчас мы видим, что те, кто первый раз подается, по идее, вот в течение 30 дней, они укладываются. Вообще укладываются. То есть у кого-то 29 дней, у кого-то 28 дней. И вот у нас первый был рекорд, что в течение 10 дней при первой подаче, первичной подаче, было одобрено. Ну а дальше уже технически карточка в пути, то есть она там уже зависит от другой компании, которая напечатает и пришлет. Но это все равно вопрос недели, а не месяцев. Ну посмотрим, что будет насчет вот этих повторных прошений на разрешение на работу. Вполне возможно, что так же будет все более оперативно и проблем быть не должно. Надеемся. Посмотрим. В любом случае, даже если будет задержка, ну вот то, что пятилетнее разрешение на работу, оно компенсирует очень много. Во-первых, не так часто это нужно делать, подаваться на разрешение на работу, как раньше. Во-вторых, все-таки это разгружает UCS. И третьих, это, конечно, надолго решает вопрос. И вопрос закрыт, считай, на 5 лет. И потом уже можно повторно сделать. Я думаю, уже к этому варианту все будет налажено. Ну вот такие вот моменты. Единственное, хочется отметить, что вот вся эта структура, все эти, как бы, приятные новшества UCS, возможны при условии, что вы подаетесь в электронном виде. Потому что, если вы будете подаваться по старинке, в бумажном виде, то вот с момента самого рассмотрения, принятия решения, оно может существенно затянуться. Потому что мы видим, что сейчас очень многие процессы, они, в принципе, доведены до автоматизма. То есть, к примеру, мы сейчас можем подать на разрешение на работу в электронном виде. И видеть, что программа автоматически приняла документы. И автоматически было назначено именно приглашение, к примеру, на биометрию. Или что-то такое, что раньше всегда принимал решение человек. Ну, зачастую с его подачи. Но сейчас мы вот делали такие эксперименты. Мы, когда нашим клиентам подаем на разрешение на работу, мы начали засекать, сколько времени уходит на то, что документы приняты. Иногда это какие-то доли секунды. То есть, вот мы отправили документы, тут же перезашли и смотрим, что уже одобрено. Да, понятно, что это робот сделал. И мы также делали эксперимент. Мы подавали ночью документы, когда, в принципе, точно все сотрудники не должны к этому касаться. Вот как бы офисы закрыты. И та же самая история. То есть, мы видим, что да, они делегировали уже в машине права принимать решение. Соответственно, человеческий фактор уменьшен. Это здорово. Вот. Именно по этой причине мы с сентября месяца перешли наш офис на электронную подачу. Потому что до этого, когда это все было еще сырая тема, очень многое не работало. Сейчас вроде работает отлично. И вот мы видим первые результаты. Вот примерно такие хорошие новости. Ну, насчет 540 дней, 180 дней. Это такая новость техническая, я бы сказал. Просто мы сообщаем нашим всем клиентам, ну и всем, кому тоже интересна эта тема, любые какие-то изменения, которые действительно существенные, могут коснуться их жизни. Просто имейте это в виду, что да, с 27 октября 2023 года, если у вас после этого уже, вы имели бы право получить повторное разрешение на работу, и вы его не получили, то у вас автоматически ваше предыдущее разрешение на работу продолжает действовать 180 дней. Теперь, с этого момента, а не 540, как это было раньше. Ну, честно говоря, удивляюсь, что многие про это и не знали. Потому что многие обращались и объяснял, что вообще у вас еще 540 дней действуют, что вы переживаете, просто распечатываете закон сайта, идете в DMV, показываете. Ну, да, это, конечно, сложно, это все нужно разъяснять, но сейчас тоже вот чем я занимаюсь, я разъясняю, как это работает. Ну, надеюсь, что вы с этим не столкнетесь. Ну, такие изменения, не будем долго сегодня эту тему обсуждать. Хорошего вам дня, с вами был Виктор Абель и на связи. Пока.